Мы сегодня начали сезон, как обещали, 4 числа, в канун дне рождения Карла Маркса. Здесь устроили мероприятие на улице, очень много развлечений для детей. Также у нас будет посадка цветов, угощение разными кашами будет. Это нужно будет пройти до конца улицы, чтобы весь маршрут закончился приятным угощением. Также музыка. Уличные гуляния по-новому. На улице Карла Маркса в субботу можно было встретить переплетение эпох. Здесь вам и дамы в кринолинах, лошадки и машинки времен советского детства, солдаты Красной Армии и православный честной народ. Играем в игрушки. Что за игрушки вообще? Что это такое? Расскажите. Которую обработала моя коза личная. Она не темнеет уже целый год. Дети кидают кольца, а потом победители играют на музыкальных инструментах. И мы тут поем песни, собираем оркестр. Ну, мы решили с своей дочкой поиграть в эту интересную игру, а так узнали из интернета. Ну, а вообще, как поддерживаете такие уличные праздники? Да, вполне. Активное участие в празднике «Дне улицы Карла Маркса» приняли музеи и различные творческие коллективы города и района. Так сотрудники Сергея Посадского музея-заповедника на своей площадке провели мастер-класс «Рисуем старый город». Желающими станцевать в русском стиле помогали специалисты Центра традиционной культуры «Древо жизни». Старт фестивального сезона получился бурным и насыщенным. Но дальше будет еще веселее. Инициативные, общественные группы уже придумали различные мероприятия. Примерно раз в две недели, то есть два раза в месяц они здесь на этом месте будут проходить. Тематика совершенно разная. Но мы уверены, что будет так же весело, так же интересно и так же познавательно. Конечно, к нам есть тоже вопросы с их стороны. Мы сейчас ходим, смотрим. Конечно, безопасность, прежде всего. Все-таки движение. У нас есть тоже над чем работать. У них есть над чем работать и у нас. Я считаю, что такой симбиоз, совместная деятельность, она обязательно принесет положительные, а самое главное, что позитивные результаты в нашем городе. Всех приглашаю. Улица Карла Маркса хоть и не такая продолжительная, однако пройдя все площадки и забавы, предложенные здесь, можно было и проголодаться. Поэтому для всех гостей было заготовлено не вполне привычное угощение, но стоит отметить очень вкусное. А сейчас у нас здесь полба с овощами и с зеленым маслом. Так что мы едим с вами полбу. Когда съедим полбу, будем есть гречку, когда съедим гречку, будем есть перловку, а в качестве десерта будет лимонный рис с бананами. Следующий фестиваль на улице Карла Маркса состоится 18 мая и будет называться День музеев. В дальнейшем мероприятия будут проходить с периодичностью раз в две недели, по субботам. Татьяна Трушкина, Сергей Власов. День города.